Число отравившихся в кадетской школе в Люберцах возросло до 70 человек. На данный момент госпитализированы 47. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил начальник Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Михаил Калькаев. Напомню, инцидент произошел 12 января, в пятницу. В больницы стали поступать учащиеся и сотрудники кадетской Люберецкой школы с диагнозом «острая пищевая токсикоинфекция». Ранее сообщалось, что в больницах находятся 40 детей и 6 сотрудников школы. После зимних каникул кадетская школа распахнула свои двери 11 января. В новом году за организацию горячего питания в учебном заведении взялась новая компания. Но успешно справиться со своей задачей фирме «Огонек» удалось только в первый рабочий день. Вечером 12 января ученики и сотрудники школы попали на больничные койки с признаками острого кишечного отравления. Силами органов Роспотребнадзора проведены все необходимые мероприятия по оккупированию данной ситуации. Весь необходимый биологический материал был отобран от больных, от контактных и отправлен на обследование в Центр гигиены и педемиологии Московской области. В тот слополучный день в школьной столовой предлагали суп, макароны с мясом, винегрет и чай. По словам Калькаева, причиной отравления мог стать овощной салат. Пока сотрудники контрольно-надзорных и правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств, врачи делают все самое необходимое для скорейшего выздоровления пациентов. В настоящее время в больницах области находится 47 детей и 11 взрослых. В нашем стационарном инфекционном отделении находится 22 ребенка. Состояние у всех стабильное, легкое и средней степени тяжести. Получают лечение в полном объеме. Проводится дезинфекционная и антибактериальная терапия. Кадетская школа тем временем закрыта для занятий. Дополнительные каникулы объявлены до 21 января. В течение всей недели сотрудники учебного заведения будут проводить санитарную обработку помещений. Также участвуют в дополнительной дезинфекции помещений Центр дезинфекции, дезинфекции Люберецкого района. И задействованы все необходимые службы для того, чтобы привести в удовлетворительное состояние все помещения зданий кадетской школы. Деятельность поставщика школьного питания временно приостановлена. Известно, что кроме кадетской школы эта фирма обслуживает 11 учебных заведений в городском округе Люберцы. По факту массового отравления детей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Луизия Гязырян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.